51-летний Бахтияр Кузубаев получил осколочное ранение руки и затылочной части головы. Накануне ему сделали операцию, уже перевели из реанимации в общую палату. Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. «Я хотел помочь женщинам и детям, но меня два раза ранили. Сначала в ботки не положили в больницу, потом отправили сюда. Пока очень болит голова, но спасибо врачам. Думаю, что скоро поправлюсь». За пострадавшим сейчас присматривает сестра Гульбайра. «Я сама живу в Бишкеке. Когда услышала про то, что происходит в ботке, не очень переживала. Ведь там живёт брат с семьёй. Потом мне позвонили, сказали, что брат ранен, и его доставят в Бишкек. Было очень страшно получить такую новость. Но сейчас его прооперировали, и он потихоньку идёт на поправку». В настоящее время состояние пациентов национального госпиталя стабильно, отмечают медики. У многих из них диагностирована травма головы. «К нам в отделение нейротравмы 2 поступили 30 числа. Поступили изначально четверо больных. Потом мы отсортировали, и остались в данное время два больных. Один Козубаев. В данное время состояние стабильное. Агнестрельное, минное взрывное ранение в затылочной области был. Инородное тело уже убрали. Второй больной – это Токсунбаев. Он в данное время в реанимации. Он более тяжёлый, потому что там вмешательство было именно на мозг». О состоянии здоровья пострадавших проинформировала заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Султонбекова. По её словам, на сегодняшний день медикаменты и компоненты крови имеются в достаточном количестве. Тем не менее, все желающие могут сдать кровь для раненых дополнительно. «В 00.01.1 мая количество пострадавших. Человек составляет всего 163. 49 пострадавших были переведены из Баткена и получают лечение в стационарах города Бишкек. Из них трое крайне тяжёлые. Остальные получают лечение в организациях здравоохранения Баткенской области. Во всех содействованных стационарах города Бишкек и Баткенской области на текущий момент достаточно лекарственных средств и изделий медицинского назначения». Кроме того, известно о том, что из зоны конфликта эвакуировано 27 358 человек. Среди них также могут быть пострадавшие. Информация о количестве жертв и пострадавших постоянно обновляется.